Совсем скоро этот учебный год выйдет на финишную прямую в 18 тысячах организаций образования страны. Сейчас в них обучаются и воспитываются более 5 миллионов юных казахстанцев. Школу в этом году заканчивают более 288 тысяч цветоклассников и свыше 172 тысяч учащихся 11 классов. Согласно приказу министра просвещения Республики Казахстан, учебные занятия заканчиваются 31 мая. 31 мая это последний день учебы в текущем учебном году. В этот день все школы проводят согласно расписанию уроки и в завершении дня классный руководитель каждого класса проводит классный час. Решение о проведении торжественных линеек в школах принимают организации образования самостоятельно. Министерство рекомендует проводить последние звонки торжественной линейки 1 июня в формате и в рамках проведения празднования Дня защиты детей. Таким образом, 1 июня для ребят станет двойным праздником. Короткая передышка и снова в школу. Итоговые выпускные экзамены для учащихся 9 классов пройдут со 2 по 12 июня. ГОСы для выпускников 11 классов стартуют 5 июня и продлятся до 19 числа. Вручение аттестата в Казахстане в этом году будет с 20 по 22 июня. Итоговая аттестация в колледжах страны продлится до 28 июня. Там же до 1 июля включительно будут проходить торжественные церемонии вручения дипломов. В республике в 2023 году колледжи заканчивают более 144 тысяч человек. На брифинге в столице представители СМИ интересовались ходом расследования происшествия в средней школе номер 4 города Петропавловска. В дни 13 февраля 9 классник напал на сверстников с ножом и топором. По данному факту в настоящее время следственные мероприятия правоохранительными органами продолжаются. Это мы комментировать не можем, поскольку это не в нашей компетенции. Вместе с тем скажу о принятых мерах со стороны Акимата, со стороны Управления образования области. Соответствующие должностные лица привлечены к ответственности. Дополнительно выделено финансирование для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность в организации образования. Установлены турникеты, установлена специализированная охрана в данной школе. Шулпан Каринова добавила, что по поручению правительства работа по повышению уровня безопасности в отечественных школах будет завершена до 1 сентября, то есть до начала нового учебного года. Дарья Пашмынцева, Казбек Рыгбаев, МТРК